В этом году спортивное мероприятие, организованное сочинскими единороссами, прошло на стадионе первой спортшколы. Показать на личном примере свои физические способности и пользу от занятий спортом решили больше ста юных сочинцев. Все они воспитанники районных спортивных школ. Сегодня они выполняли пять видов упражнений Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это у нас мероприятие традиционное. Каждый год в день защиты от наркомании мы это мероприятие проводим. С каждым годом количество ребят, которые принимают участие, становится все больше и больше. И, конечно же, мы уверены, что и в дальнейшем это мероприятие будет одной из самых значимых в летней оздоровительной кампании среди наших замечательных детей. В числе испытаний прыжки в длину, наклоны, челночный бег, упражнения на пресс и отжимания. В нормативах ГТО оно значится как сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу. За правильным выполнением упражнения следят судьи. Локти разведены на больше, чем 45 градусов. Не соблюдаешь прямую линию тела. Попытка не засчитывается. А это ненужные штрафные баллы для команды. Даже тхеквандистке Эрике Эрфле отжаться 15 раз было сложно. На самом деле самое трудное это было отжимание, потому что как бы все мышцы напрягаются, но для девочки это тяжело. Я думаю, все хорошо сделали, потому что мы готовились к этому всей командой. В каждой команде по 10 человек. Так называемый золотой знак ГТО участник получает, если сдает норматив. Это один балл. Не смог пройти испытание, получил 5 баллов. Та команда, которая получит наименьшее количество баллов, будет признана победительницей. Соответственно, на каждом виде испытаний есть у нас инструктора, которые принимают, отмечают в карточках участников. Подсчитывается количество баллов и производится награждение команд. Третьего, второго, первого места. По итогам состязаний наименьшее количество баллов получила команда с дюшор номер два. Серебро взяли воспитанники детско-юношеского федерального спортивного центра по зимним видам спорта. А третье место досталось представителям первой спортшколы Олимпийского резерва. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.